Рачительный хозяин Рачительный хозяин всегда руководствуется соображениями пользы и личной ответственности, предпочтя их формальному следованию написанных кем-то правил, если только приступая через них не навредит себе и хозяйству. Закон не способен охватить весь спектр человеческих, государственных, межгосударственных отношений. Жизнь требует нечто надзаконного, единоличной ответственности, последнего слова в принятии решения конкретным человеком. За нормами права и системой должна стоять живая душа. А православные монархисты добавят, помазанник Божий, тот, кто, руководствуясь евангельским законом, как Христос для церкви, станет отцом народу. Однако возникает ряд вопросов. Из чего следует, что царь, которого чают современные монархисты, будет руководствоваться Божьими заповедями в управлении государства? Много ли в истории монархов, по делам которых можно было бы сказать, что они ведомы Господом? Есть в церкви единое началье, но лишь на небе оно абсолютно и непогрешимо. А церковь земная управляется не единолично, но, дабы избежать ошибок, все важные вопросы решаются соборно. Таково устройство духовной власти, не подобно ли тому должна быть власть светская? Латиняне уже пошли однажды по пути непогрешимости Папы и уничтожили западную церковь, оставив от нее одну форму. Царь ответственен лишь перед Богом. Но дает ли это какие-то гарантии, и что из этого следует? Всяк человек лишь человек, и руководствуется личной волей, служит ли ему верой и правдой тому, чему призван, или вопреки, или спустя рукава. В этом смысле царь не больше связан исполнением призвания, чем священник, чиновник, отец семейства. Каждый из нас свободен, и каждый, как и царь, несет ответственность перед Богом. Но сие служат малым утешением в случае халатности, тем паче злонамеренности царя или чиновника. Помазание и жена царства – суть не таинства, но символ надежды и молитв, возлагаемых на царя. А если бы и было нечто большим, то равно как и миропомазание в таинстве крещения, и любое другое таинство, лишь тогда благодатно, когда согласуется с верой и доброй совестью самого опомазанника или крещенного. Ничто не мешает церкви, и для закона избранного президента, и губернатора, и чиновника помельче, просить благодати Божией на дела правды во славу Господа и Отечества. Что же, собственно, до власти, то высшая власть всегда власть, и царская, и какая-либо другая, ибо нет власти не от Бога. Послание римлянам, глава 13, стих 1. Не забудем и ветхозаветное предание о том, как богоизбранный народ обрел своего первого царя, не иначе как разгневов Бога и вопреки Божьему установлению. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, «Дай нам царя!» «И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу, «Не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Первая книга царств, глава 8, стих 5 по 7. Не забудем и того, как уже русский народ потерял царя, для чего приведем слова святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Земное Отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за его потворство, неверие и богохульство Льва Толстого и всего так называемого образованного мира министров, чиновников, офицеров, учащегося юношества. Молись Богу с кровавыми слезами об общем безверии и развращении России». Не буду рассуждать о конституционной монархии, ибо она обессмысливает саму идею восстановления царской власти, но что до абсолютной, власть развращает, абсолютно власть развращает, абсолютно. И чем больше свободы у одного, пачевого власти, тем тяжелее последствия злоупотребления этой властью, тем меньше свободы у другого. А монархисты очень любят личную свободу, несмотря на призывы ограничить ее. Хорошо, если на престол восядет умный, честный, жертвенный. А если самодур? Много ли найдется поборников в монархии, желающих попасть под горячую руку того, кто имеет право без суда и следствия снести любому голову, готовы ли они без ропота отправиться в ссылку или на эшафот, просто потому, что у помазанника Божьего плохое настроение? И если главу республики рано или поздно можно переизбрать, впрочем, если кому нравится, история знает и пожизненных президентов, и даже передачу власти от отца к сыну, как, например, в КНДР, то самодержица нельзя отстранить от власти. Он будет править и когда живет по совести, и когда в разврате, в пору юношеского максимализма, зрелости и в старческом маразме. Если же кто попытается свергнуть царя, то таких говорят, что они посекнули на помазанника Божьего. Стоит ли затевать смену форм управления в расчете на дворцовый переворот? И если первый из династий может быть хорошо известен народу, то цесаревич, Бог весь, кем вырастет, повезет, не повезет. Идеям анархизма, как мне представляется, чаще всего продвигаются теми нашими современниками, которые эти идеи наиболее близки по складу характера. Максимализм, склонность решать проблемы радикальными мерами, они проецируют на форму государственного устройства. Часто это люди видят в советском прошлом только негативное, при этом идеализируют царский режим и белогвардейское движение. Но, думается, случись восстановиться монархии, и если царь окажется чем-то им не по нраву, они первыми станут в ряды тех, кто сметут монарха с престола. Нередко православие для них осознанно или подспудно воспринимается более как атрибут царской власти, национальной культуры и знамя русского национализма, нежели как слово Божие из путь спасения. Они склонны к реваншизму, предпочитают вернуться назад, нежели двигаться вперед, не понимая, что возвращение истории грозит ее повторением. Именно то, что было до октября и привело к тому, что стало после. Возрастающий ныне культ царя-страстотерпца давно перешел грань почитания угодника Божьего и во многом, не без участия монархических движений, приобрел черты идолопоклонства. От образа спасителя, как будто жертвы Христа было мало, до бредовых идей покаяния за царя убийства, которые не совершали и не могли совершить нынешнее поколение. Как будто бы у нас нет личных грехов, вот истинный повод покаяния. Вот что может действительно изменить каждого из нас, а следовательно и Россию. Крайне опасными представляются соотечественники, наиболее фанатично преданные той или иной идее, независимо от наличия здорового зерна в ней. В этом смысле фанатики от монархического крыла мало чем отличается от ряда представителей так называемого национального освободительного движения, в основе которого лежат вполне разумные идеи, но завязанные на не меньше, чем в культе царя, культе президента в лице конкретной личности Владимира Владимировича Путина. И те, и другие в умелых руках манипуляторов могут стать эффективным инструментом для раскачивания ситуации в стране и прихода к власти тех, кто сможет поживиться на очередной дестабилизации и смене режима. К слову о самодержавии, присвоокупимый то обстоятельство, что и оно не безгранична. Монарх должен иметь опору в гвардии или сенате, аристократии, олигархате и, следовательно, учитывать интересы этих групп и кланов нередко в ущерб национальным интересам. Иначе не только не усидит долго на троне, но и дни его будут скоротечны. Да, много вопросов в демократии и республике. Однако издержки республиканской формы правления главным образом связаны не с формой, а с отсутствием сильного национального лидера во главе государства, а также сложившейся в мире системой, которая позволяет держателям основных капиталов управлять и республиками, и монархиями, влиять на приятие решений королями, президентами, председателями, главами правительств. Вы хотите царя? Вам дадут его. Народ наш может и должен соделаться орудием гений из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии, о исполнении которой уже многие пытались, святитель Игнатий Вринчанинов. Народ достоин своего правителя, и кого бы ни дал промыслительный Господь, то есть самое лучшее для нас и все на пользу, будь то царь или большевик, Ельцин, Путин или Антихрист. Народ достоин не престола или должности, а личности, сидит ли она в троне или в кресле президента. Если же Россию суждено увидеть еще одного царя, он должен выкристаллизоваться из благих чая и нестремления народа, стать плодом покаяния и жизни по заповедям Божьим. Действительность же не располагает думать, что наше Отечество становится лучше. Мир катится в пропасть. Кстати, когда Нектария Оптинского спросили после революции, а будет ли у нас царь, вы знаете, что он ответил? Антихрист, Антихрист, Антихрист. Хотя, быть может, перед тем, как услышим, настали мир и безопасность, первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 3, попустит Господь благодатного царя. Умирающему перед самой смертью иногда дается некоторое облегчение. Мы, конечно, хотим себе что? И богатства, и справедливости, и развлечений, и хлеба, и зрелищ. Мы хотим этого? Хотим, конечно. Хотим. Хотите? Ну, что ж, получайте. Хлеба и зрелищ. А что ещё интересует нас? А что ещё нас интересует? Римляне открыто это заявили. Когда император выходил на улицу, кричали «Панаметцерцензас! Хлеба и зрелищ!» А что народ ещё хочет, скажите? Сейчас вот волна такая идёт уже достаточно давно. Нам царь нужен! Царь! Царь-помазанник! Как будто у нас до этого не было царей-помазанников! И к чему они привели нашу Россию? В конечном счёте! К революции! Нет! Теперь ждём другого царя! Чем он будет лучше, не знаю! Кто его помажет? Ох, один написал очень хорошо! Это не тот, которого должен избрать народ! Или выдвинуть народ! Нет-нет! И дело совсем не в каких-то политических партиях! Его должен определить пророк! Этот пророк укажет, что он именно есть царь! И он должен будет царём! Я когда прочитал и понял, что, оказывается, Ян Богослов видел то, что действительно будет! Это не грёзы были, не фантазии! Пророк! А кто и узнал, что он пророк? Кто это сказал, что он пророк? Любопытно! И откуда вы взяли, что этот царь вдруг будет, наведёт какой, я не знаю даже, какой порядок? Если он говорит православный царь, так? Так в таком случае, кто нам сейчас мешает быть православными? Кто мешает ходить в церковь? Кто мешает жить по-христиански? Кто? Слава Богу, никто! Так тогда что мы ждём? Чего? Материального благополучия! Так тогда нам нужен не православный царь! Совсем другой нам нужен царь! И он придёт! И он будет!